Девушки отдыхают С вами посылочка от Stronok.ru, которая в очередной раз доехала просто максимально быстро Как обычно, жвачечка и немного ништяков И, собственно, сам девайс Фишка в том, что не у всех есть возможность приобретать дорогостроящие инструменты А это говорит об одной проблеме, с которой вы все можете столкнуться Это то, что инструмент, который вы купили, может быть просто не очень хорошо собран Может просто быть, допустим, собран из дерева, которое еще не высохло до конца Ну и, соответственно, в результате получается такая штука, что бывает там ведет гриф Ведет там еще что-то как-то Ну, просто дерево деформируется, когда сохнет Ну и, соответственно, одна из самых популярных проблем это вылезание ладов То есть, допустим, у меня на некоторых акустических инструментах Из-за того, что они подсохли, а так как они дешевые все Ну, вы знаете, что они не очень дорогие Вот именно то, что у меня есть Да, у них вылезают лады по бокам И играть становится очень неприятно, потому что лады царапают пальцы Вот у меня, ну, уже заросло, здесь вот небольшие царапинки были на руке А вот это вот у нас с вами как раз специальная штучка, с помощью которой можно точить лады Вот она вот таким вот образом выглядит То есть, ну, брусок вот с таким вот кусочком напильника То есть, ну, приятный маленький девайс Так что сегодня мне предстоит немного этой штукой поелозить А ребятам из Strundec.ru просто огромное спасибо, что они вообще сказали, что такие существуют Потому что я им написал, говорю, вот такая-такая проблема есть, с чем ее можно решить И они такие, вот такую штуку тебе надо, короче, и она тебе, в принципе, эту проблему решит Поэтому им огромное спасибо И еще раз вам напомню то, что по промокоду Hellscream у них можно получить очень вкусную скидочку Так, ну и сегодня мы с Ирой пишем новый барабанный кавер Что ты там говоришь? Чего? Ну-ка, давай пробуем Ну, в принципе, ты права, потому что я слышал, что я говорю Я подобрал ее в конце вот этого квадрата, сделал просто три четверти Я что-то про сильные доли не думал даже Ну, чего? Ну, что? Ну, что? Так, ну и вот как раз подвезли вкусняшки Самые главные вкусняшки, которые я сейчас поставлю Вместо вот этих вот ламп, которые как бы ультрафиолетовые Потому что мне нужен именно цветной свет И да, вот эти вот лампочки Вот здесь вот стоят горизонтально Не просто так Это специально, чтобы свет по-разному немножко рассеивался Справа и слева Запускаем приложение Так, и нам надо добавить устройство Продолжить Настоять несколько ламп Сразу поехали Включить и выключить лампы Так, включил Выключил Включил Начать Так, вот он их, видимо, ищет Нажал закончить И, в принципе, все подготовилось Вот он, видимо, их синхронизирует сейчас Чтобы они вместе работали Так, ну вот я их всех назначил Теперь можно включить их, наверное, как-нибудь по-хитрому Проверим Камин Каждую по отдельности можно И, видимо, их можно будет сейчас в группы еще собрать О, вот она настроилась Так Мне кажется, здесь можно как-то под группой еще сделать А, то есть вот Можно вот так вот прям выбрать И выбрать одинаковый цвет Например, вот так вот уют Хопа И они все поменялись сразу вместе То же самое, наверное, можно сделать С цветом, например, хочу Синий Вот, пожалуйста, синий цвет У всех Теперь То же самое Розовый Такой Но не совсем розовый Надо его сильнее подкрасить Удалил цвет Просто подбираю свой цвет И вот, собственно, сохранилось То есть можно Парами вот так вот управлять ими Я думаю, что сейчас я создам Возвращаемся в дом И вот у меня правый-левый софтбокс Это очень удобно Ну и, собственно, как-то вот так вот получается Вот я включил, например Прям с мобила включил свет Там сзади, например Давайте поменяем на Красный Чпой Поменялся Допустим, вот этот софтбокс поменяем Не знаю На зеленый И теперь меняем вот этот софтбокс Я его сначала выключу Это Прям очень круто Дневной цвет Такой прям Бледноватенький Ставим Теплый белый Можно, наверное, прям Подрегулировать его У них цветопередача мне нравится Очень четкая Прям вот Я, грубо говоря, в камере Вижу все приблизительно так же Как оно и есть на самом деле А не как обычно Знаете, бывает такой вот цвет Потом красишь видос И он у тебя Желтенький Выглядит именно так Как выглядит Сейчас буду тестировать их Именно как софтбокс И, возможно, закажу себе Еще четыре Потому что Ну, с телефона Софтбоксами управлять Это Джинниус просто Давайте завтра Субтитры сделал DimaTorzok